всем привет сегодня продолжаем выпуск видео рецепта рамаданское меню и сделаем сегодня вместе с вами очень вкусные печенюшки творожные рогали рецепт очень легкий и у каждого получится повторить я в этом уверена а самое главное то что сделано своими руками намного вкуснее чем купленная магазин а пока смотрится видео не забудьте поставить лайк пишите комментарии и подписаться на наш канал спаркал визан так ну что познакомимся с продуктами нам понадобится мука 320 грамм или чуть больше смотрим уже по тесту а творог 200 грамм сливочное масло размягченные 200 грамм на весовую кубиками чтобы подряд размягчилась соль пол чайной ложки и сахар 2 столовые ложки начинаем смешивать продукты для теста нам нужно пол чайной ложки соли сахара и сливочное масло 200 грамм и сливочное масло 200 грамм Вилкой перемешиваем тесто до однородного состояния кремообразного. Сделаем тесто для творожных рогалибов. Хорошо перемешали, творожная масса стала однородной кремообразной. Теперь сюда добавляем муку постепенно и будем перемешивать мучками. Вот здесь у меня уже приготовлен 300 квадратных грамм. Так, добавляем муку. Не все, лучше потом добавить еще в конце. Тесто должно получиться как пластелинчик. Тесто у нас уже не липнет руками. Смотрите, хорошо перемешали. И вот теперь зелень на две части. Получается два больших шарика. Тесто уже досталось из холодильника. Смотрите, как оно хорошо затвердело. сейчас мы с ним продолжим работать. А также нам понадобится для рогаликов одно яйцо для смазывания, грецкие орешки 100-120 грамм, сахарный кисок. Сколько будет использовано? Ну, примерно 100 грамм, может меньше. Пока это все отменили. И начинаем работать с тестом. Нам нужно раскатать пласт толщиной 2 миллиметра. Так, нам нужно раскатать пласт толщиной 2 миллиметра. Начинаем. Пока я раскатываю тесто. Что можно сказать? Что разделить нам нужно будет этот круг на 16 секторов. И нужно будет смазать яичком. Просто мы белочкой размешаем яичко. Да, в лице немножечко. Даже трудно раскатывается. Края могут быть немножко неровные, но ничего страшного в этом нет. Потому что неровный край будет закручен вовнутрь. Рогаликов. Так. Значит, когда мы все раскатали, нам нужно будет разделить на 16 секторов, смазать яичком взбитым, посыпать сверху сахар и орешки, и уже скручивать рогаликов, а как я вам покажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот 16 прогаликов у нас получилось. Это половина нашего теста. Мы поработали только с одним шариком. И яичком смазываем сверху. После того, как мы смажем яичком, отправляем в разогревание. Приятную духовку на 30 минут выпекаем при температуре 180 градусов. Ну, а я уже к вам вернусь с готовыми рогаликами. Процесс несложный, продукты недорогие, но получается очень-очень вкусно. Наши рогалики готовы. Смотрите, какая крутота. Как хорошо все подлумялись. Можно теперь добавить гостей и пить чай. Давайте посмотрим, что там у нас внутри. О, орешки. И тесто очень-очень вкусное. Официально попробуйте сделать. Я уверена, вам понравится. Спасибо за внимание. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Не забудьте подписаться на наш канал. Пишите комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова